здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала с вами анри и я все таки решил это проходить не знаю хотя бы хотя бы обучение в игре зу тайкун многие просили чтоб я играл дальше проходил вот игра очень интересная ну как-то не хватало времени сейчас постараюсь пройти хотя бы обучение как мне очень интересно играть я бы хотел дальше играть но я знаю что в такие такие игры то есть не знаю то есть тут надо короче шарить вот итак учебный зоопарк 9 пользовательское обустройство зоопарка и фотография в этом уроке вы знаете как обустроить зоопарк на свой вкус а также как фотографировать и собирать фотоальбом окай поехали да игра конечно классно я уже об этом не раз он говорил вот особенно если у вас есть маленькие детки думаю можно как-то показать обучить не совсем маленькие конечно ну в общем мы поняли вот думаю что будет очень интересно потому что вы игра добрая милая познавательная дети узнают о животных много то есть очень интересно и так вот наш зоопарк так только как-то у нас темно надо поставить яркость как-то давайте посмотрим и так мы поставили поярче так добро пожаловать в этом уроке мы расскажем как модифицировать постройки зоопарка сперва рассмотрим общее изменение откройте меню главного входа я уже забыл как это вообще а нет она выберите пункт общей настройки идем сюда общей настройки здесь можно изменить внешний вид дорожек деревьев урн и скамеек зоопарке попробуйте изменить что-нибудь давайте изменим скамейки оля такие красивые скамейки пустыня окай модифицировать постройки можно выбрав команду модифицировать и меню настроек откройте меню построек кофейни и выберите пункт модифицировать и тут кофейня то давайте с высоты зайдем сюда модифицировать нажимаем здесь можно изменить дорожки урны скамейки клумбы и другие объекты для этой постройки добавим скамейки чтобы посетителям было где сидеть и пить кофе выберите ячейки настройки выбираем объекты постройках можно разместить только определенном месте выберите ячейку используя лб или rb затем нажмите а чтобы поместить объект ага то есть вот так вот давайте здесь поставим начать строительство так скамейка не вижу скамейку а вот скамейка до отлично модификация не бесплатно но красивый зоопарк того стоит вернитесь режим биты зоопарка посмотрите как выглядит на постройка а я уже поставил что ли она ее же поставил я отличная работа посетители будут довольны давайте назовем постройки чтобы привлечь к ним внимание вот наша постройка так постройки можно назвать как угодно выберите постройку затем пункт переименовать меню постройки а вот переименовать то есть это кофейня а будет у нас я не знаю не знаю что будет у нас кофейня сиденья не знаю жаленья лавка будет нас лавка так ну допустим до лавка окай интересное имя теперь постройка привлечет внимание посетителей вернитесь в режим биты зоопарка я сомневаюсь что моя постройка под названием лавка привлечет внимание посетителей новое имя легко найти она указана панель информации постройки да вот слева видите ты нажимаешь лавка так постройка так здорово выглядит давайте сделаем снимок нажмите lb чтобы достать фотоаппарат так масштаб л меняем зеленый цвет означает что в объектив попало что-то особенно нажмите а чтобы сделать как что-то зеленого цвета у нас нету уж подашем дотати вам есть снимочек отличный кадр да вы фотограф от природы удалить снимок можно нажав b удаляем ой похоже вы случайно удалили ее ничего страшного всегда можно сделать новый снимок когда закончите нажмите b что вернуться в режим вид из камеры зоопарка сохраненные снимки попадают фотоальбомы нажмите кнопку scar чтобы открыть игровое меню и выберите фото альбомы ну так как мы где фото альбома так я удалил здесь будут наши альбомы фото альбомы хранятся все снимки представьте ваши фото альбомы когда закончите нажмите b здесь хранятся наши фотографии урок подошел концу изменяете постройки и фотографируйте результаты чтобы похвастаться своим зоопарком то есть вот такой вот у нас урок быстрый простой то есть нам бегло показали как зоопарком работать точнее постройками и как фотографировать так давайте пройдем последний урок 10 персонал в этом уроке вы узнаете о том как нанимать обучать и увольнять персонал это хорошо давайте посмотрим почувствуем себя директором хозяином зоопарка скажем так тун 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 лочка классная мне почему-то фильм янки из лу в африке или янки в африке кто не знаю кто постарше может помнить этот фильм интересный из 90-х а может даже конец в 80-х я не помню фильм отменный вообще посмотрите обязательно вам называется янки в африке ну молодые не поймут такие более постарше мне кажется все таки ну ладно добро пожаловать сейчас мы расскажем какой персонал можно нанимать в зоопарке давайте есть три типа сотрудников которых можно нанять смотрители пополняют запасы еды кормушки и воды в купальнях уборщики поддерживающийся тут зоопарки специалисты по разведению животных увеличившись шансы на появление потомства когда зоопарк разрастается становится тяжело самому кормить всех животных и менять воду в купальнях смотрите ли помогут вам с этим нам сначала надо построить офис смотрителей откройте мне строительство открыл нет где у нас офис строителя строить строительство не особо я пойму но где ой опять к этому подошел к лимурщику к этому он конечно занятный парень классный ну все хорош так давайте сверху глянем меню построек сначала построить офис смотрителей откройте меню строительство я уже забыл я не играл столько реклама меню строительство как как это сделать ребята кто помнит вот и так выберите пункт служебное здание а затем построить офис смотрителя зоопарка выбираем офис смотрителей 2000 нажимаем так давайте его куда поставим так много занимает сюда вам отлично выберите офис смотрителей а затем пункт персонал ухты столько построек можно делать оказывается персонал выбираем здесь вы можете нанимать смотрителей сначала можно нанять только три смотрителя но после улучшения их число возрастает нажмите нанять нажимаем сотрудникам нужно нанять за некоторую сумму денег а затем выплачивать ему жалование убедитесь что у вас хватит на это средств чем выше рейтинг сотрудника тем лучше он справляется с работой но и зарплата его будет больше нанимите смотрителя на деку бюджетного нам хотя не зачем экономить на на животных смотрите ли помогают вам ухаживать за животными наполняя кормушки и купальни вольерах окей прекрасно новый смотритель тут же начнет работать нажмите игрек чтобы вернуться в зоопарк нажимаем ваш зоопарк будет расширяться чтобы мусор не валялся вокруг а гости были счастливы нужно нанять уборщиков чтобы эти борщикам нужен офис уборщиков откройте меню строительство давайте построим служебные да и значит офис уборщиков давайте где-то может здесь влезет нет черт того было компактненько давайте здесь о поставим здесь отлично выберетесь уборщиком это персонал персонал уборщик давайте такой чтобы хорошо выбирал за 1300 магнус уборщики содержат ваш зоопарк в чистоте убирают мусор что вы посетители не жаловались на грязь это хорошо нам нужно чистый зоопарк замечательно уборщик тут же начнет уходить по зоопарку убирать мусор теперь давайте наймем специалиста по разведению чтобы он мог помогал а чтобы он помогал животным обзавестись потомством когда известность зоопарка достигнутого уровня можно начать руководить животным извините я уже просто сейчас ночью на дворе 3 час ночи поэтому я заговариваюсь можно начать разводить животных чтобы увеличить шанс на появление потомство надо на есть специалиста по разведению откройте мне строительство окай служебное здание центр разведения животных давайте здесь такой огромный что был бам отлично выберите центр здения животных выбираем персонал специалиста так по разведению за 1900 давайте 1900 конора возьмем специалисты по разведению животных помогают растить число зверей наймите их и назначьте следить за вольером чтобы повысить шансы на успешное разведение животных в этом вольере окай чтобы специалист по разведению начал работу необходимо направить его вольер выберите пункт направить вольер выбираем выберите любой вольер из списка тропики и саванна давайте в саванну его запустим то над вольером появится значок указывающий что здесь будет работать специалист по разведению специалист по разведению отправиться прямиком в вольер и примется за работу помощью этого же меню можно в любой момент перевести специалиста по разведению в другой вольер замечательно с таким персоналом зоопарк будет работать как шоссе когда зоопарк разрастется придется нанять дополнительный персонал для его обслуживания чудесно мы рассказали как можно нанимать персонал для управления зоопарком и заботы о животных вот так дорогие друзья наверное мы завершили последний десятый урок вот и уже наверно можно да все 10 уроков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 да все уроки пройдены вот жалко что мне какой ачивки не дали принципе есть то есть мы прошли обучение есть свободный режим в котором у нас не будет ограничений на финансы мы сможем построить зоопарк своей мечты будут доступны все животные постройки разблокированные при достижении определенных уровней известности зоопарка некоторые животные можно разблокировать только в режиме испытаний режим испытаний это граничное средство развивайте свой зоопарк выполнять различные здания проверьте сможете ли управлять зоопарком дерзайте ну и компания то есть основная компания основной сюжетная линия игры для тех кто всерьез мечтает испытать себя в роли смотрителя зоопарка, вас ждут 15 сценариев в 6 категориях. За выполнение каждого сценария вы получите награду. Объект, который можно использовать в свободном режиме и в режиме испытаний. Ну что ж, дорогие друзья, я не знаю, для меня это очень тяжело. Если, в принципе, вам интересно, пишите, пожалуйста, я может все-таки попробую для вас поиграть. Мне кажется, что у меня не будет получаться. Я не хочу, чтобы животные мои страдали, потому что я очень люблю животных, очень их всегда к жалею, мне жалко всех бездомных животных, собак, кошечек и так далее. Поэтому я лучше не буду смотрителем зоопарка, чем буду плохим смотрителем зоопарка. Вот. С вами был Андрей. Всем спасибо за внимание. Пока!